ну что дальше сейчас мы пойдем на смотровую площадку с видом на краснодар как написано начинается этот путь вот здесь от спуска в гроту богатырских пещер и от грота идем вверх по тропе где-то километр 200 показывать до смотровой вот так сейчас лес подсох хорошо тепло птички поют слышите лес все такой же красивый правда эрдодендрон уже отцвел беленький остатки цветов идем по хребту справа у нас обрыв красивый мог деревья кучки набежали не жарко зато идем всей толпой прогуливаясь наслаждаясь воздух и природой какие нас деревья дятел долбил дерево свеженько доставал гусеничек вот так вот мы идем на пути встречается пару таких вот довольно таки резких подъемов ничего страшного все преодолимо идем немножко сыроватые из потерь еще один впереди подъем что подъем продолжается поднимаемся на ножи минут двадцать с таким подъемом где-то градусов тридцать судя по всему поднялись на вершину этой горы подъем довольно таки после зимы с непривычки сложновато дался ты запыхался плюс еще как-то сыра парит мокрый не вспотел ну радует поднялись вроде бы сейчас по прямой по хребту пойдем до смотровой площадке подъем хорошо что земля подсохла иначе как бы если сыра и дождь я думаю тут подняться будет очень сложно потому что порядочный уклон зацепиться не за что и пока земля скользкая в общем как-то так сейчас идем почти поровненько деревья пока виду загораживает уже видно такие просветы довольно таки высоко ну относительно высоко посмотрим что оно того или нет такой вид нам откроется ну написано смотровая на горы и даже можно увидеть краснодар сейчас дымка какая-то марева такой скорее всего мы его не увидим может увидим придем посмотрим вот после небольшого перехода довольно таки по ровному участку впереди еще один веский подъем будем надеться крайний мопсми пишет 800 метров еще ну что прошли откуда-то мы поднялись вот такой подъем сейчас идем пока ровненько посмотрим дальше посмотрим дальше чуть-чуть 800 метров очень хочется верить что подъемов не будет больше и спусков тоже не хотелось бы потому что каждый спуск на обратном пути это подъем есть меточки пока поднимались там по грязи видели кабани следы свинка здесь тоже с нас водится вот и земля перерыт под дубами накормилась вот еще небольшой подъемчик в общем не пишет осталось нам 600 метра пока идем по ровной скорее всего по хребту уже идем хорошо прохладенненько стало тучки набежали сейчас как раз хорошо охлаждается после того резкого подъема птички по виду умиротворяют вот 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 лес кое-где уже попадаются грибы вот ну что-то мне кажется впереди будет еще один подъемчик вот так может и не будет вот в общем так небольшая тренировка перед отпуском сейчас я забыл сказать сейчас у нас какой мая 26 мая да 28 мая сейчас вот да 500 метров осталось вот видны меточки кое-где на деревьях ну тут целый колодец из дерева интересный наверное кабан тут водичку пьет вот вот ну тропа принципе такая натоптанная люди ходят молодцы вот посмотрим еще ради чего сюда ходят сейчас вот да стоит все эти мучения или все что нас не убивает она сделает сильнее все для здоровья много интересных таких деревьев с дуплами лес густой прям солнце не прогревается скучно вот небольшой подъемчик я вижу и может быть все метров наверное 400 осталось или 300 ну что вот выходим на какую-то полянку за метров 300 наверное идем по хребту по ровной без подъемов вот тут какие-то лэп непонятные идут в общем где смотровая на панорам а потом вернемся на краснодар вот и все какие-то тут кушери заросшие да это лэп пилят вот она и заросла шиполнечек какой красивый вот это вонющее растение цветет что змея какая где вот это это ж медианка я знаю да вот медианочку нашли ура вот медианочка смотри она в мою сторону все она уползла уже давай ее еще раз на после лэп мы опять зашли в дремучий лес там встретили медианочку уползла маленькую мы ищем смотровую панораму потом вернемся там надо в сторону отойти написано смотровая краснодар вот посмотрим ну 100 метров сейчас должны быстро пройти тем более без подъема высокие эти да вот не знаю пришли мы на точку написано панорама не знаю какая панорама кругом лес орешник старый может когда-то и была панорама когда не было леса вокруг ничего не видно может кто знает мы куда-то не дошли может перешли не знаю но лес и все вот туда дорога уже пошла вниз в поселок спускаться поэтому не знаю где тут панорама кто знает напишите в комментариях куда надо было идти ну по точке по гео-точке на мопсми вот это было это место и никакой панорамы тут не было написано смотровая на краснодар кто-то знает тоже лэп выпиливали все заросло непонятно что потом мы свернули да немножко направо тропы вот тропа здесь кончается но может когда было все выпилено прямо может какой-то вид так дымка особо ничего не видно есть какие-то там горы какие-то силуэты далеко-далеко ну во-первых еще погода такая дымка во-вторых все заросло не видно ничего вот это вот такая прям возле столба вот выпилят все это все вот бузина растет вот сейчас может еще в другую сторону пойдем сейчас посмотрим может там есть панорама вот такие заросшие кушури надо быть аккуратным могут быть змей папоротник ну вот с обратной стороны тоже такая панорама на горы опять же как бы на смотровую как таковую особо не тянет смысла сюда идти если так просто прохит пройтись и спуститься в поселок то может как бы особо ну папоротник горы вверх ну пойдем зато прогулялись такие осинки вот симпатичные растут ну пойдем назад песочек пойдем назад сейчас ждет длинный изнурительный спуск по скользкой земле ну хорошо теперь хоть только вниз развилка опять углубляемся в лес и идем назад к машине точку интересно Кому интересно можете сходить, но я бы не советовал, нет ничего интересного, не стоит оно того сюда идти, с удачи, счастливо. В лесу растет чесненчик, аромат, еще один довольно-таки сильный спуск и мы почти пришли.